Не знаю, что спеть. Кому что заспеваете? Я пою классику. Давайте. Вау! Видите, какая у нас усмехнена качка. Тут качка уже посмехается. А здесь плачет. Будь ласка, возьмите плевку, накрите на ябдочку и залиште її маринуватися. Пленку. Ну, и куда ее девать? И все оставим здесь. Она должна какое-то время настояться. Потому что вы зарядили, в принципе, утку песнями. О, это уже лучше. Валера, скажи, а ты смог бы спародировать Эктора? Я хочу тебе признаться, что моих родителей в селе собаку зовут Ектор. Они все переводят Эктору. Что я сегодня увидел? Сегодня я познакомился с человеком, который не умеет готовить, и еще и не надто вечно. Потому что после этих знаний о том, что собаку зовут Эктором, кто после этого давит кулинарные порады? Его собака? Все. Эктор. Валера, я должен открыть тебе секрет. В Европе некоторых собачек называют Валера. Валера. Аби вы побачили, Валера, что я не ображаюсь, ось вам порада. Злите воду и выкладите на тарелку сочевицю. Просто положите лентею, а репозируйте. Краще возьмите, Валера. Да, да. О, спасибо, я не мог найти их деревянные. Очень вкусно. Спасибо. Когда уже хорошо софриты, мы их агрегаем... Коли овощи добре обсмажаться, мы додамо до них сочевицю. Это вегетали, которые уже сочевали. Если вы видите, как важно... Так что такое все падает. Бачите, как важно, Дмитрий, не давать негативных комментариев стосовно шеф-кухаря. Просесо для коксиона. Да. Потому что рано или поздно шеф тебе знадобится. Эктор, а можно я задам вопрос, который интересует не только меня и миллион телезрителей, а вообще всех на этой планете? Особенно тех, кто ходит часто в рестораны. Я где-то слышал, вот, ну, надеюсь, гости не дадут мне соврать, что если ты нагрубишь, например, официанту или шеф-повару, то на кухне, когда будут тебе готовить блюдо, могут в него плюнуть. Это правда или нет? Нет, 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 это... Нет, нет, нет. Некоторые кухни, которые не профессиональные... Такое могут выполнить только непрофессионные кухари. Я такого никогда не делаю. Я никогда не видел. Уважаемые судьи, случалось ли у вас... Ну, не буду спрашивать, сделали вы то, о чем я сейчас спрашивал, когда приносили блюда Эктору, Анфисе и Николаю. Я хотел спросить вот о чем. Возникало ли иногда желание это сделать? Никогда. Категорически нет. Почему? Карма же есть. То есть, в принципе, я понял, все красиво, все правильно. Не нароюсь я сейчас никакой интриги, да? Не узнаю правду, не скажете вы мне. А мы правду скажем? Это есть правду. Мы скажем правду. Эктор, я хотел бы обратиться, я сейчас разговаривал с ребятами. Они мне честно в один голос себе признали, что у них иногда возникало желание напакостить вам, Анфисе и Николаю. Да, да, да. Поклёп. Нет. Это правда? Это правда. Это абсолютная правда. Может, вы поймали Диму на вранье? Ну честно, Дима, давайте не будем. Дима, вы не перше передаете. Он постоянно нас хочет скупропинтовать. Вы стверджуете, что Дима брешет? Дима не может брехать. Подобьтесь у его честных очков. Как он может брехать? Посмотрите, у нос растет. Мы такого не могли сказать. Ребята, ребята, ну как же не могли? Ай-яй-яй. Дима, Дима, да. Ну, вообще, хотелось бы научиться готовить, не знаю. Я, я, нет, я, честно, ну как бы, для себя я не люблю готовить. Ну как бы, то есть, не то, что не люблю. Но для себя я не буду делать какие-то приготовления сильные. Большинство я буду готовить что-то интересное, если друзья, или кто-то ко мне приезжает. То есть, для себя я всегда перекушу быстро, там, не знаю, даже бутербродом каким-то, и все. А для кого-то я могу и в духовке, там, и рыбу, я очень люблю все запеченное. А, то есть, все-таки есть навыки? Да, ну есть. У меня мама повар. Вот это да. Валера, удачи. Вода уже закипела, тож, коли закипела вода, потрібно взяти римскую цвітну капусту и кинути її в окріп. А тепер ми почнемо робити соус с тамаринду. Тамарин схожий на зелену квасоль. Він має коричневий стручок, а всередині у нього зерна, вкриті коричневою м'якотью. Складність полягає в тому, щоб відділити м'якоть від цього насіння. На смак тамарин дуже кислий. Вам потрібно очистити тамаринд від шкірочки. Ви побачите всередині насіння. Дістаємо з них м'якоть і кладемо її на пательню. Воду, яка лишилася від сочевиці, заливаємо у цю м'якоть. І поставимо пательню на плиту. Пройшло три хвилини, а отже римська цвітна капуста вже готова. Вимикайте пательню, а воду злите. Вилий воду, заливий холодно. А, вилий воду і заливись холодною? Вливай воду, Валера, і заливай холодною. Знаєте, по-моєму, у нас єдинственне шоу, де судді проявляють доброту душевну і іноді підказують учасникам. Не підказуйте. Ми поклали тамаринт у воду з-під сочевиці, аби зробити його більш м'яким. А тепер нам потрібно процідити цю суміш через друшляк. Дуже обережно почистимо топінамбур. А після цього наріжемо його тонесенькими шматочками. Топінамбур чистимо, нарізаємо тоненькими скибочками. Гарячу пательню змащуємо вершковим маслом і викладаємо скибочки так, патата, якщо були, ми не хочемо вкритим, і ми дно пательни. Валера, я хотів спросити. Я знаю, що у тебе постійно розвиваєшся, у тебе постійно з'являються нові пародії. Є. Ти осваиваєш нові голоси. А вот зараз у тебе є какой-то любимий персонаж, який тобі найбільше симпатичний? Ну, це, наверное, Александр Пономарєв. Ммм, так ти шоу. За української естрады. А можеш, що-то сходу, не знаю, там вот. А можна очки попросити у члена? О, очки. Владимир, давайте я вас назад проведу. А все нормально. Я не такой слепой вже. Друзі, а у нас сегодня на кухне. Вообще ничего не видно? Ничего не бачу. Александр, спійте, пожалуйста, мне что-нибудь из новенького, свеженького. А зараз я для вас заспеваю ремикс на пісню «В траве сидел кузнечик». Очень интересно, так. Давайте, Александр. Дві ложки цукру і пів лимона. Вичавлюємо пів лимона і додамо шматочок лимонграса. Так, давайте, может быть, послушаем, да? Ремикс на пісню... О, правильно. Мохнатый микрофон. В траве сидел кузнечик, да. У травички сидел цвіркунчик, та не знав, чого він хоче. Був зелений у нього костюмчик, біля річки струмок взюркоче. Та підкралась підступна жаба, зелененького з'їсти зібралась. Та як всяка нормальна баба, в цвіркуна вона закохалась. Але він стрибає на нею. Спасибо. Якщо ви хочете насолодитися оригінальними і смачними стравами у себе вдома, ви можете знайти їх у журналі Мастер Шеф. Саме тут я розкриваю усі свої кулінарні секрети. Дивіться далі. Майстер-клас від ектора. Що ще зробить легендарний кухар, аби донести прості кулінарні істини? Урсула, бажаю вам успіху. Ризикована оригінальність. Чию страву не варто було б показувати Наомі Кемпбел? Посмотри! З бумаги! Дізнайтеся одразу після реклами.